Итак, дополнение Королева-Ведьма наконец-то вышло. Долгое ожидание окончено, и мы большой ложкой начинаем кушать контент. Начнем с одного из самых интересных экзотиков, пистолета-пулемета Остеострига. Сегодня расскажу, как его получить, где качать и что там с катализатором. Начнем. После завершения первого сюжетного задания Королевы-Ведьмы, стражам представят новую мастерскую для оружия, реликвию, которая располагается в Анклаве. Именно здесь вы найдете возможность создать эту экзотическую ппшку Остеострига. Но вначале она вам будет недоступна, ведь для получения ее образа вам нужно сначала полностью завершить всю сюжетную кампанию Королевы-Ведьмы. После прохождения общаемся с Икорой, забираем у нее награды и потом идем в мастерскую. Для изготовления вам понадобится 7 единиц резонирующего сплава, 15 тысяч блеска, 2375 единиц нейтрального элемента, 1 высший сплав и 70 разрушительных элементов. Все эти материалы у вас должны быть в распоряжении к концу сюжетной кампании, но если что, некоторые из них можно докупить у оружейника Банши-44 в башне. Подробнее про ресурсы для крафта, о том, как он вообще устроен, я расскажу в отдельном видео, которое выйдет на днях. Важно обратить внимание, на текущий момент пистолет-пулемет Остеострига доступен для получения только обладателям Делюкс издания нового дополнения. Вместе с ним идет орнамент и катализатор, который должен разблокироваться после того, как вы прокачаете пистолет-пулемет до 10 уровня. Остальным игрокам пистолет-пулемет станет доступен позже в сезоне или по его окончанию. Помимо обычного эффекта генерации сфер силы, катализатор Остеострига добавит 30 единиц к скорости перезарядки и 20 единиц к стабильности. И то, и другое очень полезно для пистолетов-пулеметов. Что еще важнее, благодаря катализатору за все убийства с помощью яда оружия, вам будет возвращаться некоторое количество патронов в магазин, что в принципе позволяет вам реже перезаряжаться. Для того, чтобы прокачать оружие, нужно просто им пользоваться. Сейчас популярные фарм-места для мелких мобов многие пофиксили, так что сообщество в поисках. Пока что из вариантов Высшие Испытания, Алтари Скорби и Старт Подземелья Тиски и Алчности. Главный перк Остеострига – Ревущий Рой, благодаря которому он стреляет как раз таки снарядами с токсином, а второй перк – Передозировка Яда – будет создавать облако этого самого яда за каждое убийство или череду попаданий в Крит. По первым впечатлениям, пистолет-пулемет очень интересный. Но все-таки финальный вердикт я выскажу позже, когда будет больше времени с ним проведено, а катализатор выполнен. Чтобы не пропустить это видео, обязательно подпишись на канал, поставь лайк и пиши в комментариях, о чем еще стоит рассказать в первую очередь на старте Королевы Ведьмы. До связи!